В крае могут появиться информационные центры для предпринимателей, участвующих в госзакупках. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса обсудили на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края. На совещании, участие в котором принял губернатор Вячеслав Шпорт, речь шла о проблемах, с которыми сталкиваются бизнесмены, участвующие в государственных закупках. Отмечалось, что сегодня эта сфера деятельности в стране регулируется двумя федеральными законами номер 44 и 223. В прошлом году малый бизнес получил заказов более чем на 3 миллиарда рублей. Это на 500 миллионов больше, чем годом ранее. Специалисты отмечают, что хоть и активность бизнесменов к участию в торгах постепенно возрастает, конкуренция на этом рынке по-прежнему невысока. Особенно это касается муниципальных районов, где в большинстве случаев в борьбе за получение контракта участвуют не более двух предпринимателей. Очевидно, что у участников торгов у нас не хватает. Отчасти это связано с отсутствием информации, знания законов и опыта торгов. Многие, столкнувшись со сложностями, а в ряде случаев и административными барьерами, отказываются снова подавать заявки. Одно из решений этой проблемы мы видим в создании информационных центров, в первую очередь в районах края, где предприниматели будут оказывать помощь. Отметил председатель профильного комитета совета по предпринимательству Иван Загорский. В пилотном режиме этот механизм он предложил опробовать в Хабаровском муниципальном районе. Инициативу готовы подхватить и в других территориях. Актуальность этого направления подтвердила большинство участников совета. Речь шла также и об организации дополнительных обучающих семинаров и тренингов. Вместе с тем, некоторые представители малого и среднего бизнеса отметили, что в ряде случаев заказчики усложняют процедуру участия в торгах, требуя предоставления чрезмерного пакета документов в короткие сроки. Предприниматели также испытывают дефицит денежных средств, необходимых для обеспечения залога и выполнения контрактов. В связи с этим, в адрес Клеевого фонда поддержки малого бизнеса поступило предложение разработать линейку льготных кредитов для участников торгов. В этом случае предприниматели смогут получить более дешевые, чем в коммерческих банках кредиты. Все предложения губернатор поручил проанализировать профильным министерством. Вячеслав Шпорт отметил, что в непростых экономических условиях дополнительные заказы в госсекторе должны стать важным направлением поддержки малого бизнеса. Сегодня малый и средний бизнес являются опорой нашей экономики. Налоговая отдача от предпринимателей также является весомой. Со своей стороны мы не снижаем, а по ряду направлений даже наращиваем поддержку. Несомненно, нужно создавать условия для развития конкуренции на рынке, закупок товаров и услуг в первую очередь в госсекторе. В этой связи мы готовы поддержать различные инициативы наших предпринимателей, в том числе и законодательные, сказала губернатор края. Редактор субтитров А.Семкин